Сегодня мы поговорим о Корейской войне 1950-1953 годов. Это был первый вооруженный конфликт времен Холодной войны. За Южной Кореей стояли США, Северную Корею поддерживали Китай и Советский Союз. К ноябрю 1950 года американская авиация, практически уничтожив немногочисленные военно-воздушные силы КНДР, господствовала в воздухе. Начались бомбардировки северокорейских промышленных объектов, плотин, электростанций, мостов. Передислокация войск в дневное время стала невозможной. По просьбе северокорейского руководства Советский Союз взял на себя авиационное прикрытие важнейших объектов КНДР. 1 ноября 1950 года советские летчики совершили свои первые боевые вылеты. Советский реактивный МиГ-15 стал настоящим сюрпризом для американской авиации. Ни один самолет, находящийся в районе боевых действий на тот период, не мог соперничать с ним на равных. Американцы немедленно отреагировали на это и вскоре в небе Кореи появился новейший истребитель F-86 «Сейбр», который стал достойным противником советских МиГов. В чем-то МиГ-15 превосходил американский самолет, в чем-то ему уступал. По сути, это были равнозначные самолеты, и решающим в воздушных сражениях стало правильное тактическое применение машин и мастерство пилотов. Немалые сложности возникали из-за необходимости соблюдать режим секретности, поскольку советское командование принимало все меры к тому, чтобы скрыть участие советских ВВС в Корейской войне и не дать США доказательств, что истребители советского производства МиГ-15 пилотируют советские летчики. При этом нашим летчикам было запрещено перелетать демаркационную линию на 38-й параллели и вступать в бои над Желтым морем, чтобы исключить риск попадания в плен. Даже основные аэродромы советских авиадивизий, входивших в 64-й авиакорпус, располагались на территории Китая. Воевали советские летчики на МиГах, имевшие номера и символику северокорейских ВВС в китайской форме и с китайскими документами. Официально советских военных в Корее никогда не было. И вот в небе Кореи развернулись ожесточенные бои. Американские бомбардировщики под прикрытием истребителей пытались прорваться к важным объектам Северной Кореи, но советские летчики надежно прикрывали их. И все чаще над Карельским полуостровом и прилегающим к нему морским заливом вспыхивали разноцветные купола заокеанских парашютистов. Американские парашюты имели яркие расцветки, чаще всего оранжевые или красные. У наших летчиков парашюты были белыми. Естественно, в ходе воздушных боев сбивались и наши самолеты. Первое время северокорейские зенитчики обстреливали катапультировавшихся летчиков и под цветными куполами, и под белыми. Расчетливые американцы во время воздушных боев старались держаться ближе к морскому заливу, где их поджидали спасательные вертолеты, быстроходные катера и даже подводные лодки. Нашим же летчикам строжайше запрещалось появляться над заливом, чем откровенно и пользовались американцы. Поврежденную машину они старались увести в сторону залива, где шансы на спасение у них были достаточно высоки. И получалось так, что ярость северокорейских зенитчиков нередко обрушивалась на спасавшихся на парашютах советских летчиков. Наши авиаторы обратились с жалобой к командованию северокорейской армии, после чего на свет появился специальный приказ Ким Ир Сена, в котором всем средствам ПВО Северной Кореи запрещалось стрелять по белым куполам парашютов. Но была еще одна проблема. О том, что в воздушных боях на стороне Северной Кореи принимают участие советские летчики, знал ограниченный круг лиц. Естественно, не знали об этом ни корейцы, ни китайцы. Это также вызывало определенные сложности. Советские летчики, спасшиеся с подбитых самолетов, часто терпели побои со стороны корейских и китайских солдат. Такие случаи особенно часто происходили после первых случаев катапультирования. Летчики летали на боевые задания, как правило, в летных куртках и шлемофонах. Отличить одежду советских летчиков от одежды американских пилотов человеку, далекому от авиации, было трудно. А европейская внешность советских летчиков вводила северокорейцев и китайских добровольцев в заблуждение. Поэтому всех спасавшихся на парашютах советских летчиков на первых парах и северокорейцы и китайские добровольцы принимали за американцев и всех их нещадно били. Прошло немного времени и наши сообразительные ребята стали цеплять на летной куртке значки с изображением Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена. Спасительные значки эти продавались во всех магазинах. Предъявитель этого значка считался неприкосновенной личностью. Увидев значки с изображением своих вождей китайцы или корейцы вместо мордобоя демонстрировали природную любезность и предупредительность, оказывая всевозможное содействие советским летчикам. Так, этим значком вынужден был воспользоваться однажды летчик-тихоокеанец старший лейтенант Алексей Кучеренко. Согласно решению ООН, американцы не имели права пересекать китайскую границу, но они часто нарушали это правило и атаковали наши самолеты во время взлета или посадки. Миг Кучеренко был атакован несколькими американскими сейбрами сразу после взлета. Самолет его ведомого загорелся, упал на сопку и взорвался. Кучеренко, уклоняясь от атаки противника, старался набрать высоту, но самолет перестал слушаться управления и летчик катапультировался. Работавшие в поле китайские крестьяне приняли нашего летчика за американца и бесцеремонно затолкали его в какой-то сарайчик. Как не пытался летчик объяснить, что он свой, советский, китайцы и слушать его не хотели. Тогда-то старший лейтенант вспомнил о значке в кармане кожаной куртки. Кучеренко показал его китайским крестьянам и те разом переменились, стали извиняться перед ним и угощать своего пленника как самого дорогого гостя. А у нас на этом все. Если видео понравилось вам, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы этого не сделали, будет еще много интересного.